Основу этой установки составляет вертикальный прозрачный цилиндр, который может вращаться вокруг своей оси. Сейчас цилиндр наполовину заполнен водой. Включим мотор, и цилиндр приходит во вращение, постепенно увлекая воду за собой, так что она поднимается вверх по стенкам цилиндра и опускается вниз вблизи оси, образуя параболическое углубление. Когда цилиндр разгоняется до 6 оборотов в секунду, параболическая яма опускается до самого дна цилиндра, и мы можем даже выбить из трубки затыкающую пробку. Вода не выливается из цилиндра, удерживаясь у его боковой стенки. Мы уже объясняли образование этого параболоида в фильме «Наклонная вертикаль», проводя рассуждения в системе отсчета, связанной с вращающимся цилиндром. А теперь сделаем это в лабораторной системе отсчета. Каждая частица воды движется по окружности с постоянной скоростью, испытывая центростремительное ускорение. По второму закону Ньютона это ускорение сообщается частице силой, направленной к оси вращения. Эту силу создает разность гидростатических давлений, действующих на внешнюю и внутреннюю стороны частицы. Поэтому уровень воды должен расти с увеличением радиуса. А теперь посмотрим, что произойдет, когда мы остановим мотор. Цилиндр постепенно тормозится, и вода начинает вытекать из него, а воздух поступает внутрь через отверстие наверху. Поверхность воды при этом приобретает характерную форму воронки, которую вы наверняка много раз видели, когда спускали воду из ванны. Но почему образуется такая воронка и чем определяется ее форма? Прежде всего, когда цилиндр останавливается, вода притормаживается у дна и у стенок. Для поддержания вращения этих слоев прежняя разность давления уже не требуется, и параболоид выполаживается на краях. Далее вода начинает вытекать из нижнего отверстия. Основная масса воды при этом все еще продолжает вращаться. Чтобы раскрученные частицы воды приблизились к оси цилиндра, по закону сохранения момента импульса они должны увеличить свою скорость. А для этого им нужно увеличить свою кинетическую энергию. Сделать это они пока что не могут. Поэтому вниз проваливаются частицы воды, находящиеся вблизи оси, в результате чего и образуется воронка. Теперь частицы воды, находящиеся вблизи поверхности воронки, могут спускаться по этой поверхности вниз, так что их потенциальная энергия переходит в кинетическую. За счет этого они разгоняются и постепенно приближаются к оси, двигаясь по спирали. Запустим шарик через трубку, чтобы он катался внутри воронки. Шарик делает оборот за оборотом, постепенно опускаясь все ниже и вращаясь все быстрее и быстрее. А теперь проделаем еще один опыт с магнитной мешалкой. Пара магнитов, установленная на электромоторе под стаканом, раскручивает стальную проволоку, лежащую внутри стакана, а проволока увлекает во вращение воду в стакане. И в результате на оси стакана возникает характерная водяная воронка. Но почему она образуется в этом случае? Ведь теперь вода никуда не вытекает. Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok